Зеленые, белые, синие. У каждого парка своя группа поддержки и свой праздничный цвет настроения. Наш Лазутинский традиционно в зеленом. Одинцовские активисты пришли поболеть за округ в финале конкурса в парке Подмосковья. Минуты томительного ожидания, начало торжественной церемонии и, наконец, появление губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Он вручил конкурсантам заветные награды. Для нас очень важно сделать Подмосковье комфортным, уютным. И существует большая программа, которой мы занимаемся уже седьмой год. Смысл программы – сделать все парки удобными, комфортными. Сделать парки такими, чтобы тянуло из дома и было комфортно провести здесь время с близкими людьми, с друзьями. Ну и, конечно, самым дорогим, что есть на свете, с нашими детьми. Первым диплом победителя в номинации «Лучший парк культуры и отдыха» получил Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Наш парк удостоился также денежной премии в размере 25 миллионов рублей. Лазутинский парк признан лучшим парком Подмосковья. Это заслуженная победа. Целый год жители принимали участие в интернет-голосовании за выход в финал. Их усилия оказались не напрасны. Татьяна Одинцова поделилась своими ощущениями после вручения премии. Приятно то, что мы лучшие. Лучшие сегодня в этой номинации, как лучший парк в Подмосковье. Это радует. Это забота о нашем жителе. Это очень интересно, это креативно. И, конечно, то, что парк носит название «Герой России» Лариса Лазутина, мы должны держать марку и дальше стараться. Руководители парка также переполняют гордость за свое детище. Эта награда общая, общая награда Одинцовского городского округа. Благодаря неимоверным усилиям Андрея Робича Иванова, главе Одинцовского округа, мы совместными усилиями администрации и парка добились этой награды и получили ее. Поэтому огромнейшее спасибо всей нашей команде. Я счастлив. Честно, счастлив. Для меня это действительно исторический момент. Но на достигнутом Евгений Анатольевич останавливаться не планирует. Говорит, впереди еще грандиозные планы по реконструкции и благоустройству парковой зоны. Он также поблагодарил Ларису Лазутину за ее активное участие в реализации новой концепции развития парка. Не смогли сдержать эмоции и представители нашей группы поддержки. Впечатлений просто масса. На самом деле, такое замечательное мероприятие сегодня. Наша Лазутинка замечательная, любимая. Мы выиграли в замечательном конкурсе Подмосковья. У нас переполняют эмоции. Мы приехали, конечно, поддержать всех наших жителей. Это прежде всего их заслуга. Они очень любят нашу Лазутинку. За победу боролись также парки Солнечногорска, Клина, Королева. Участие в конкурсе принесло им широкие возможности по реконструкции своих парков в этом году. А мы желаем Одинцовскому парку новых свершений и оставаться всегда на высоте. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова